Можно ли сказать, на каком месте в рейтинге Россия по ЭКО? Россия на первом месте. Насколько часто вопрос бесплодия связан с вопросом просто нервов? Стресс, это, наверное, бьет иногда сильнее, чем какой-то воспалительный процесс. Как вам кажется, как система экстракорпорального плодотворения изменится лет через 10, например? Если мы вспомним с вами фантастические фильмы, где там детей выращивали в специальных инкубаторах, ну, не знаю, придем ли мы к этому. Здравствуйте, это программа Евразия дословно. Меня зовут Камила Тилова. И сегодня мы беседуем с Ириной Витязевой, заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий Медицинского научно-исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Ирина Ивановна. Добрый день. Исследования в области экстракорпорального плодотворения велись давно еще в Советском Союзе. Но всегда кажется, знаете, что на Западе у них там все красиво, хорошо, быстро. А вот у нас, вот как у нас, можно ли сказать, на каком месте в рейтинге Россия по ЭКО? Россия на первом месте. На сегодняшний день количество протоколов ЭКО очень высокое. Очень высокое. На долю там населения 1 миллион. Поэтому количество циклов, проведенной в России, очень высокое. И мы выходим на первое место. Это очень приятно. Мало того, что год назад у нас была такая юбилейная отметка, когда протоколов за весь период существования ВРТ в России проведено миллион с хвостиком. Ну, то есть вот эта цифра миллион, она такая вот шаговая, которую мы достигли, ну, к сожалению, не к сожалению, за 30 лет. Но это большое количество. Плюс количество центров, которые на долю населения у нас постоянно продолжают расти. Как государственных, так и частных. И не только в крупных городах, но и в городах такого среднего населения, где есть и один, и два, и порой даже до пяти центров ЭКО. В основном, конечно, первые, наверное, государственные, это сейчас во всех регионах, это перинатальные центры, где есть отделение ВРТ или отделение ЭКО. Министерство здравоохранения сообщило о том, что в 22-м году сделано больше ЭКО, чем планировалось, а вот на следующий год, на этот 23-й, планируется целых 90 тысяч процедур сделать. Это, конечно, звучит очень серьезно. Вы могли бы рассказать, по каким критериям ваша работа вообще оценивается? Это количество беременности или количество рожденных детей? Смеяет все, абсолютно все. Ну, давайте начнем не с беременности, а давайте начнем с определенного эффективности работы лаборатории эмбриологии. Мы должны сказать вам о первом критерии – это процент или частота оплодотворения яйцеклета. Дальше идет процент или частота развития или деления эмбрионов. Это тоже приблизительно такая же частота. Дальше мы говорим о проценте имплантации. Вот представьте себе, имплантация, если мы перенесли один эмбрион, и один эмбрион прижился, то это почти 100%, ну, не почти, а 100%. А если мы два эмбриона перенесли, и два эмбриона у нас имплантировались на одну женщину, то есть у нас процент имплантации может быть выше, чем процент наступления беременности. Вот, а уже потом будет частота наступления беременности у женщин. И считается беременность клинической, когда мы видим на ультразвуке плодное яйцо, мы видим эмбрион и можем определить и посчитать его сердцебиение. Вот это уже будет клиническая беременность, от которой идем дальше. Там идет частота вынашивания, ну, а потом уже частота рождения живых, здоровых детей, коэффициент, так называемый коэффициент take home baby, когда мамочка выходит, здоровая сама, здоровый ребенок выходит, и она его забирает домой. Ну, например, я поддерживаю связь с очень многими пациентами, детям которых на сегодняшний день 25-27 лет. И сейчас у меня есть три моих ребенка, которые обратились ко мне с теми или иными проблемами. У кого-то это проблемы по гинекологии, у кого-то проблема у супруги, моего ребенка, экошного. У вас здесь и операционные, и приемные вообще очень большое отделение, да? Да, отделение на самом деле очень большое, а это уже наш альмаматор, где мы получаем яйцеклетки, иногда добываем сперматозоиды оперативным способом, поэтому у нас операционные для всего этого приспособлены. Но вот я читала, что вообще ваше отделение берется за те случаи, когда другие врачи отказали. Да, бывает. А вот что это должно быть, например? Ну, смотрите, у нас очень хорошая андрологическая служба в отделении, и наши андрологи не только занимаются медикаментозным лечением, но и мы занимаемся оперативной деятельностью для мужчин, у которых нарушена репродуктивная функция. Ну, например, у мужчин нету сперматозоидов в якуляте. А тогда вы их достаете оперативно? И леечка, да. Для этого существует огромный у нас вот такой красивый микроскоп, который мы сейчас вам покажем. Вот. Да, мы 15 лет работаем здесь, и все 15 лет мы помогаем такой категории супружеских пар, где есть абсолютное мужское бесплодие, как считалось раньше. Но мы берем не только обструктивные формы, когда по тем или иным причинам не проходим мы с ними наносящие протоки, но мы берем мужчин, у которых нарушен сперматогенез. То есть либо их настолько мало вырабатывается... Либо они вялые, да, например? Ну, и они не достигают как таковой якулята, поэтому приходится идти в ткани яичка. И далеко не все лаборатории ЭКО берутся за эту работу, потому что это сложно. Нужно иметь оборудование, нужно иметь навыки, потому что сама операция изначально, когда мы начинали 15 лет назад, то операция могла по поиску сперматозоидов продолжаться около 4 часов. Насколько часто вопрос бесплодия связан с вопросом просто нервов? У нас, к сожалению, есть ситуации, когда супруги, наконец добившись наступления беременности, рождения ребенка, расстаются через год, два, три. Потому что психологически это на всех очень сильно давлеет. Вот именно не наступление беременности. Сложное. Стресс это, ну, наверное, бьет иногда сильнее, чем какой-то воспалительный процесс. Сегодня в России ЭКО можно сделать бесплатно, но некоторые решают сделать его платно. Сколько это стоит в среднем по России, если пара решила делать ЭКО за деньги? Хочу сказать, что сейчас действительно доступна помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Но, с другой стороны, это регламентируется приказом Минздрава 803-м от 2021 года, который говорит нам о том, что мы не всех женщин можем взять по программе ОМС. Есть ограничения по гормонам, есть ограничения по состоянию яичников и наличию уровня когорты антральных фолликулов. То есть чем меньше, тем меньше уровень гормона, отвечающий за то, что мы понимаем, сколько у женщины фолликулов, антимюллеровский гормон. И если эти показатели ниже, то мы не можем женщину взять по ОМС. Но она может пойти платно, потому что здесь есть определенная какая-то дискриминация. Потому что есть молодые женщины, у которых овариальный резерв снижен и в 25 лет, и в 30 лет. Она что, не может стать мамой? Она может стать мамой, но ей для этого придется предложить несколько больше усилий, нежели женщине с нормальной репродуктивной функцией. Поэтому само лечение будет порядка 150... Ну, я скажу, не наш уровень наших цен, я скажу вам по Москве, во всяком случае, не по регионам. Это от 150 до 250. Чем выше организация, которая себя оценивает выше, тем будет выше стоимость. Кроме этого, есть еще медикаментозные препараты, которые должна женщина приобрести. Это тоже будет в районе 50 тысяч. Давайте пофантазируем. Как вам кажется, как система экстракорпорального оплодотворения изменится лет через 10, например? Ох, не знаю, я буду ли я работать через 10 лет. Но, вы знаете, через 10, может быть, и не будет. А вот лет через 30-40, скорее всего, наверное, диапазон наших мероприятий, которые мы можем оказать человеку, женщине, супружеской паре, оно, наверное, расширится. Если мы вспомним с вами фантастические фильмы, где там детей выращивали в специальных инкубаторах от момента зачатия до рождения, ну, не знаю, придем ли мы к этому, потому что, мне кажется, слишком много факторов влияния самой женщины, ее состояние организма, ее мозга, ее очень тесного контакта с плодом очень большую роль играет. Если мы откажемся мы от этого, ну, кто его знает. Спасибо за этот разговор. Спасибо. Спасибо вам. А я напоминаю, что это была программа «Евразия дословная», и мы беседовали сегодня с Ириной Витязевой. Оставайтесь с нами. Вместе интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...